Всем привет! Это видео будет более такого разговорного плана, даже можно сказать видео-запрос. Как-то Лена меня спросила, ну просила рассказать о том, как я стала вип-консультантом в компании Faberlic, как у меня это получилось. Также сюда вставлю свой небольшой заказ по 11 каталогу, также компании Faberlic. И кому интересно, то приятного просмотра! Ну и в общем-то, как я стала вип-консультантом. Для того, чтобы стать вип-консультантом, нужно 12 периодов подряд, то есть это не 12 месяцев, так как период длится 3 недели, а в новогодние, по-моему, праздники даже был и 2 недели, 1 период. Нужно пройти 12 периодов в 3 недели и выполнять каждый период по 100 баллов. Сейчас, кстати, хочу заметить, что компания сделала не очень приятное для своих консультантов. Ну и как сейчас, это уже с весны тянется. Уменьшили балл, либо, может, наоборот, его как-то назвать увеличили. Но по сути, чтобы достичь 100 баллов, нужно намного больше теперь брать. Так как раньше балл был 55 рублей, сейчас он 75 рублей. Ну и что касается 100 баллов, это, конечно, по большей части не моя заслуга, заслуга моей мамы, так как мы с ней вместе заказываем на мой номер. Кстати, я регистрировалась, потому что раньше у меня была в компании зарегистрирована мама. И уже лет, ой, если не соврать, 9, наверное, где-то так, у меня мама в компании Фиберлик, она не то, что там прям такой активный консультант, распространитель. В принципе, в основном она брала для себя. Ну, в общем-то, когда я увлеклась Ютубом, когда стала снимать видео, я сама зарегистрировалась, начала проходить стартовую программу, то есть там нужно было, ну, первый шаг выполняете, а начиная со второго шага нужно либо 25, либо 50 баллов набирать, и тогда будете получать в течение 8 периодов подряд. Если вы непрерывно будете набирать, то будете получать там, так скажем, подарочки, либо за 99 рублей, это если 50 баллов, либо за 249 рублей, это если 25 баллов набираете. Раньше, когда балл был 55 рублей, то 50 баллов примерно равнялись 3 тысячам наших рублей. Сейчас это, конечно, намного больше, далеко не 3 тысячи. Ну и вернемся к 100 баллам и к маме. В общем-то, мама у меня работает на заводе, и львиную долю заказов, в общем-то, идет, львина доля идет оттуда. Ну, плюс еще заказ мой личный, плюс заказ личной мамы, плюс бывает у меня мои подружки заказывают, кто-то из родственников, хотя это бывает крайне редко. Мы, в принципе, никому ничего не навязываем. Я вообще такой человек, что я вообще не люблю навязывать какую-то там косметику, рассказать о ней это, да, а вот ходить и что-то там кому-то втюхивать, так скажем, я не могу. Что же касается вип-статуса. В принципе, многие уже рассказывали, и самый такой, ну, мне кажется, YouTube-блогер по компании Faberlic это Наталья Петрова, это Оля, Олечка. Вот, они постоянно об этом рассказывают, как бы у них это, конечно, более так, обширно об этом, обо всех акциях они постоянно рассказывают, обо всех вот этих стартовых программах, обо всем, обо всем, они прям вообще очень-то потопно все рассказывают. И про вип-статус они тоже рассказывали. И 100 баллов дает, значит, 50% на любой продукт из каталога. Это пробники по 10, пробников можно, как для ухода за, косметика для дома, для декоративной помады здесь идут. Потом, саше-пакетики с кремами, ну, такие, которые более, опять же, такие дорогие крема. Потом парфюм, пробнички, все идет это со скидкой, и в размере 10 штучек можно выписать себе. Также, если вы в 12 проходите периодов, то получаете вот этот вип-статус, и вы можете за 2 недели до начала следующего периода покупать продукцию, которые, новиночки, которые будут в следующем периоде. Вот, меня больше всего вот это, конечно, привлекло. Мне это более интересно, как блогеру, чтобы знакомить вас с какой-то продукцией, которая только будет, чтобы... Хотя, вы знаете, с другой стороны, можно сказать, что берешь как кота в мешке, потому что то ли ты посмотришь уже отзыв и решишь для себя, подходит тебе или нет. Человек уже протестировал этот продукт, да, вот ты уже наготовенько, считай, покупаешь. Либо тут вот действительно кот в мешке, ты берешь и тестируешь сам на себе. Ну, в принципе, мне это интересно, мне интересно доносить до вас информацию, что мне понравилось, что не понравилось, что стоит взять, что нет. В общем-то, беру я новинки не все, я беру только то, что меня чисто заинтересовало, то, что на данный момент мне нужно. Ну, вот, в принципе, Лен, на этом-то и все. Такого ничего мы и не делаем. Игру по сути, это вот заказы со стороны мамы и немножко моего. Ну, и вот так вот накапливается 100 баллов. Ну, тоже компания мне это, вернее, косметика этой компании мне в большинстве своем устраивает, нравится какими-то кремами извне, мне даже не то, чтобы боязно. Ну, как-то вот я привык к кремам, к уходу от компании Фаберлик, потому что, повторюсь, у меня мама очень давно этим занимается, и очень давно мы этой косметикой пользуемся. Лисена у меня там что-то уронила. Ну, и давайте приступим к моему заказику в этом периоде. Отдельно я решила видео не снимать, а оставлю сюда, потому что не так много я в этом периоде и взяла. Буквально так по пару слов скажу. Это на серию Биоарктик, но не на всю, а на определенные там шампуньки по 59 рублей в каталоге они. В общем, я взяла мужу два шампуньки. В тот раз я ему брала клубоку десницу, он уже ее измыл, и в этот раз я ему взяла с морожкой. Хорошие шампуни, хорошо промывают, ничего особенного в составе там нет, ухаживающего и чего-то такого, но промывают хорошо. Следующее я взяла в очередной раз средство для ванны, для чистки ванны, комнаты. Очень его люблю. Отлично отмывает ванну, просто до блеска, особо-то и тереть не надо, и довольно-таки сносный аромат. Еще то, что мне вот очень-очень понравилось в этом каталоге, намыло жидкие, хорошая цена. Я себе взяла земляничкой с маленькой. Что-то смородина мне надоела, лимонным импосемь мне вообще не очень понравилось. Вот эти вот два аромата мне как-то в этот раз приглянулись. От Фаберлик очередную любимочку свою взяла для волос. Это Siri Expert, кондиционер для идеальной гладкости, действительно делает волосы очень гладкими, подслушными и подходит, на мой взгляд, исключительно для длинных волос. Ну и еще такая акция была уже из косметики Сингара. Там нужно было два спрея взять, тогда они были бы со скидочкой. Любые спреи, которые представлены в каталоге от Сингары, естественно. Значит, я себе взяла в запас Монарду. Своеобразный аромат такой, я в ванне разбрызгиваю. И, кстати, я еще буду снимать влог, наверное, сегодня и расскажу про суперсредства, тоже с Монарду связанным. Ну и еще я взяла от Сингары Каминный зал. Как-то мне моя девчонка знакомая говорила, что на парфюм какой-то там супер-пуперный похожий. Ну да, что-то вот есть на мужской парфюм. Да, есть какой-то такой аромат. Это гель-спрей-антистатик для очищения воздуха. Каминный зал, он, по крайней мере, в каталоге заявлено, что устраняет неприятные запахи. Ну, в общем-то, пользуюсь приятные, очень удобные распылители. Кстати, о Сингаре у меня в скором времени выйдет второй ролик. Еще продукты у меня поднакопились, о которых, я думаю, стоит рассказать. И на этом точно все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.